Привет, красотка! И я наконец созрела для новой подборочки 10 классных средств дешевле 500 рублей. Этот заветный пакетик стоит у меня сейчас на фоне. Я снова решила сделать вам приятное и разыграть все 10 средств, которые будут в составе. Об условиях конкурса в конце видео, а мы поехали. Кстати, в этот раз очень многие средства подсказали мне именно вы, потому что я попросила вас в инстаграме под одним из моих постов написать о ваших любимчиках дешевле 500 рублей. И те комментарии, которые набрали много-много лайков, я понимала, что, скорее всего, этот продукт действительно классный. Я его покупала, тестировала, и если понимала, что продукт достоин все-таки рекомендации на несколько сотен тысяч людей, то я его включала в это видео, если нет, то нет. Поэтому я сейчас буду по одному средству доставать и рассказывать вам. Первым делом идет чек, он почему-то в золотом яблоке всегда супер огромный. Эти средства все запечатаны, то есть я покупала каждое средство в двух экземплярах. Сначала покупала для себя, тестировала, и если мне нравилось, то я покупала уже вот в этот набор. А, и почему я подсматриваю? Мне же нельзя подсматривать. Итак, наше первое средство это бомба. Я могу так сказать, конечно, о каждом средстве. Еще бы чуть-чуть, и я бы не смогла этот продукт поместить в нашу подборочку, потому что он стоит почти 500 рублей, он стоит 489. И, девочки, это просто нереального цвета подводка, которая еще и со временем, причем очень быстро, становится матовой. Я сейчас, кстати, если вы разглядите, с двойными стрелками, и один из цветов это именно вот такой лавандовый, другой у меня черный. Это просто нереальный цвет. Я, когда искала в золотом яблоке что-то такое эдакое особенное, я подошла к уголку NYX и попросила у девушки, которая представляет этот уголок NYX, показать мне вот самое офигенное средство, как она считает, прям вот уникальное. До 500 рублей, и она безоговорочно показала на эту подводку. Там очень красивые цвета, девочки, такие все нестандартные, необычные. Единственный минус у этой подводки, это не совсем удобный наконечник, то есть вот эта кисточка, но опять же это неудобно для меня. И то, я с первого раза накрасила ровно абсолютно стрелки, просто нужно немножко постараться. Я люблю больше подводки лайнером, чтобы вырисовывать острый кончик. Здесь немножечко нужно будет постараться, но это того стоит. Обалденный, красивый летний, весенний цвет. Его можно комбинировать, делать с ним двойные стрелки. Его можно использовать просто как пигмент, например, нанести на руку, и растушевать кисточкой, и нанести как тени. И тени будут матыми в течение дня, и действительно, стрелки не отпечатываются. Это просто огромный плюс, потому что зачастую подводки цветные отпечатываются, и очень неприятно, конечно же, смотрится это на веки. Тин-тин-тин-тин-тин. Спонж от Изодора. Просто-напросто классный спонж, альтернатива бьюти-блендеру, который стоит 2000 рублей с чем-то вроде бы. А этот спонж стоит 340. Действительно, хороший, увеличивается в 1,5-2 раза при намокании. В себя вбирает немного средства, то есть бьюти-блендер, кстати, оригинальный, который, он съедает очень много средств. Вот прям вот очень много. Треть тональника точно у меня съедает при нанесении. Этот, несмотря на то, что остается мягким, приятным на ощупь, приятный на вбивание, не съедает много средства, хорошо справляется со своей задачей, и, в общем, отличное средство за свои деньги. И следующее на барабане – карандаш для губ. Я очень редко советую карандаши для губ, потому что очень редко они мне нравятся. Даже называется гелевый лайнер для губ от Lamelle. Вообще, в последнее время я тестировала косметику Lamelle, мне очень понравились некоторые средства, но об этом в следующем видео когда-нибудь. Сегодня об этом любимчике моем. Это карандаш в цвете 1, который просто идеального нюдового цвета, который можно использовать как самостоятельное средство, и он не пересушивает губы. То есть, обычно карандаш выполняет роль контура, и дальше все как бы. Спасибо на этом, до свидания, потому что если нанести его на все губы, он будет их сушить. Так вот, этот лайнер, он не сушит, выглядит очень натурально на губах, но, в принципе, конечно же, можно его использовать также из помады. И здесь напишу его цену, но он дешевле 500 рублей. А, самое главное, про него не сказала. Чем он мне так запал в душу? Тем, что он наносится действительно как... Вот он называется гелевый лайнер. Он наносится очень плавно. То есть, знаете, иногда карандаши, которые деревянные, они наносятся как-то суховато. Тяжело вот эта граница вырисовывается. Здесь будто идет нанесение как по маслу. Следующий продукт, ну, это классика жанра. Замечательная тушь, которую можно наслаивать, это Maybelline веерный объем. Она есть интенсивно черная, а есть просто черная. Разницы я не заметила. Консультант мне сказала, разницы нет. 355 рублей. Что для туши, я вам скажу. Тем более от Maybelline, тем более хороший. Это отлично. Эта тушь дает разделение очень четкое. От этого объем кажется еще более естественным. Мне безумно понравился этот тональный крем. О нем очень многие писали в комментариях, что типа, арт-визаж, тональный крем, просто нереально, очень нравится. Много лайков собирали такие комментарии. И я решила попробовать. Если честно, было немного странно, потому что стоит он 271 рубль. Вот так вот. Как обещает нам арт-визаж, здесь есть витамин Е. Мне очень понравилось нанесение. Я нанесла в один слой. И мне для ежедневного ношения просто супер отлично. Увлажняющий действительно. Он называется устойчивым. Но при этом я заметила хорошее, увлажняющее такое покрытие. У него, кстати, очень много оттенков. Меня вот это удивило. Знаете, обычно, когда бренд недорогой, средство достаточно бюджетное, редко можно увидеть такое разнообразие оттенков. Но там действительно есть теплый бежевый, светлый бежевый, какой-то опаловый там. То есть, знаете, очень много именно разных оттенков. Я думаю, что каждый себе найдет подходящий. Напоминаю, если кто-то не помнит, как определять для себя цвет подходящий тональника. Мы наносим вот сюда, на границу между лицом и шеей. И пытаемся понять, допустим, три более или менее нам подходящих оттенка нанесли. Растушевываем их. И вот какой из них растушевался в никуда, в вуаль, это и есть вахт. Но, кстати, не всегда это так. Потому что иногда средства окисляются. И, допустим, здесь у вас все супер классно впиталось, так сказать. А потом, через полчаса, средство окисляется. И вы ходите с оранжевой лепешкой вместо лица. Поэтому очень круто, что сейчас можно тестировать, конечно, в таких магазинах, как золотое яблоко, средство. Не покупать. Уходить на день, например, или хотя бы на полчаса погулять. И потом смотреть, как средство смотрится через полчаса. Это экономит очень большое количество денег. Девочки, воспользуйтесь этим лайфхаком, если еще так не делаете. Это очень классная косметика. Я познакомилась с новой для себя маркой, называется Бель. Это гипоаллергенная косметика. И присмотритесь к ней те, у кого проблемная кожа. Потому что там очень много классных средств, которые не вредят коже. То есть, они работают на то, чтобы еще и лечить вашу кожу. Но при этом маскирующие недостатки. И достаточно она бюджетная. 170 рублей. Это консилер, если что. Забыла сказать. Написано, что консилер под глаза. Но, конечно же, можно носить на просто Т-зону, на участки, которые нужно высветить. Просто хороший консилер, который не скатывается. Хорошо справляется со своей задачей скрывать недостатки. У них в этой же марке есть, помимо консилера, также точечный корректор. Который именно, знаете, более плотное покрытие имеет. И работает точечно с прыщами. И осталось у нас... А нет, нормально, еще 4 средства. Следующее средство, это вообще новый тоже бренд косметики для меня. Мега Сликс называется. Стоит 148 рублей. Это... Просто уронила только что. Надеюсь, ничего не разбила. Очень важно иметь просто обычный блеск в своей косметичке. Без всяких там блесток. Без всякого пигмента. Просто прозрачный блеск. Тем более, зная то, насколько сейчас они входят в тренд. И матовые текстуры уходят в прошлое. Но для меня они никогда не уйдут в прошлое, конечно. Хороший, просто прозрачный блеск с хорошим аппликатором. Вот что важно. Иметь в своей косметичке нужно. Иногда действительно может так круто дополнить образ. То есть он будет достаточно стандартным, обычным. Но вот просто блеск для губ добавит такой изюминки. Средство для бровей, конечно же, в нашей подборочке будет. И это Artvisage снова. И это гель для бровей, который тоже нахваливали очень много людей в комментариях. Они есть прозрачные, есть в разных оттенках коричневого. Что вот тоже для меня было удивление, что у Artvisage так много цветовых решений для разных бровей вообще. Хороший гель для бровей, который фиксирует, справляется со своей задачей супер. И стоит 114 рублей. У меня какая-то сегодня подборка супер дешевая. У меня действительно есть парочка средств, которые почти к 500 близятся. А в основном все остальные там 100 с чем-то, 200 с чем-то. Но это классно. Зачем тратить на гель для бровей 1000 рублей или там 500 рублей, когда можно потратить 114? Да. Предпоследнее средство. Это очень классная палетка от Makeup Revolution. Вы знаете, я обожаю, когда в палетке работает все. Иначе зачем она вообще нужна? Три замечательных оттенка. Один для скульптора, то есть для скул. Шикарный цвет, шикарный оттенок. Не рыжит, это круто. Но при этом очень пигментированный. То есть я уверена, этой палетке хватит надолго. Он дает такой коричневато-серый оттенок. Вот именно вот реально самый хороший для скул. Замечательный универсальный цвет хайлайтера. И здесь у нас, называют они это румяна, но знаете, тут есть небольшой шиммер. Ваши яблочки будут блестеть. К этому нужно быть готовым. И собственно вся коррекция лица в одной палетке. Замечательно. И завершает нашу десяточку замечательное средство от NYX. Это тени-однушки в нереально красивом цвете, таком металлическом, золотом. Очень классно растушевываются на веках, не скатываются. Наносятся и пальчиком, и кисточкой, и наслаиваются друг на друга. Вот просто что вы хотите с ними делайте, что вы хотите с ними, то и делайте. Вот что я хотела сказать. Действительно прекрасный и базовый оттенок, и на выход куда-то со стрелочкой. Также его можно, между прочим, использовать в виде хайлайтера. Стоит 458 рублей. Конечно, для теней-однушек это может показаться многоватым. Но знаете, я раньше тоже думала, что тени достаточно дорогие. Это не лучшее вложение. Но нет. Качественные тени, которые действительно не скатываются, долго держатся на глазах. Тем более, что этот оттенок можно еще использовать в виде хайлайтера. Это очень классное вложение, потому что зачастую они намного дольше и тратятся. То есть их хватает просто там на год, на два. Вот такая замечательная подборочка из 10 средств получилась. Я действительно безумно довольна этими средствами. Они у меня останутся в косметичке как хорошие такие надежные ребята. Еще и на душе приятно, что дешевле 500 рублей каждое средство. А мы переходим к условиям конкурса. Как всегда, все конкурсы на моем канале очень простые. И их условия тоже. Вам всего лишь нужно подписаться на мой канал, на мой инстаграм. Я его куда-нибудь ставлю сюда. И самое главное, напиши в комментариях о своем любимчике до 500 рублей. Это может быть и уходовая, и декоративная косметика, но это действительно должно быть проверенное средство, которым ты могла бы поделиться с нашей большой бьюти армией. Не забудьте написать, сколько стоит это средство, какой оно марки. То есть не просто там какой-то гель для бровей у меня стерлось название. Я не знаю, то есть это как бы, девочки, не работает. Если вы знаете несколько средств, очень хороших, классных, до 500 рублей, пишите несколько средств. Ваши шансы, возможно, только увеличатся. И не забудьте оставить свой ник инстаграма в этом же комментарии, чтобы мы с тобой связались в случае, если именно ты станешь победительницей. Ну а я, красотки, заканчиваю это видео. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным. Улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Пока!